На этих кадрах фильма «Подпольный обком действует» режиссер Анатолий Буковского, каратели преследуют партизанами. Те встречают противника огнем, но силы не работают. В начале октября 1942 года подобной ситуацией оказалась и третья ленинградская партизанская бригада. Разведка сообщила, атаковать лагерь, расположенный на маленьком острове Полховец, среди эрдейских болот, отправлены две роты. Примерно 250 отборных эсэсовцев, вооруженных пулеметами. В отряде в этот момент оставалось не больше сотни человек, истощенных голодом и боями. Боеприпасы заканчивались. Казалось, исход сражения предрешен. Однако фашистов ждал сюрприз. Ловушка, придуманная командиром партизан майором Александром Германом, позволила отряду не только избежать гибели, но и уничтожить каратели без единого выстрела. А вскоре третья ленинградская партизанская бригада добилась успехов, которые превратили ее в легендарное соединение, одно из самых успешных в истории Великой Отечественной войны. Тогда, в октябре 1942 года, чтобы уничтожить бригаду Германа в Ленинградскую область, перевели зондеркоманду, истребившую на Смоленщине десятки деревень за связь с партизанами. Майор Герман, которому сообщили это, понял под угрозой мирные жители. И не стал медлить. Партизаны взяли языка и привели в отряд, забыв завязать глаза. А ночью позволили сбежать. Гитлеровцы, узнав дорогу, немедленно двинулись к лагерю. Однако, едва вышли на болото, партизаны одновременно взорвали тропу в нескольких местах, а затем расстреляли карателей из укрытия. Эта акция снискала будущему герою Советского Союза Александру Герману невероятную славу среди населения. От желающих вступить в бригаду не было отбоя. Всего за год ее численность увеличилась до двух с половиной тысяч человек. Третья Ленинградская подорвала сотни автомашин-фашистов, пустила под откос больше трехсот железнодорожных эшелонов, уничтожила около десяти тысяч вражеских солдат. Невероятно, но партизаны использовали даже собственную железнодорожную ветку и круглогодичный аэродром. Как же это было возможно под носом у врага? В этом эпизоде фильма «Подпольный обком действует» партизаны проводят сложнейшую операцию. С минуты на минуту по мосту пройдет немецкий эшелон с боеприпасами. Их везут к фронту. Володя! Павлов! Отводи хлопцев! Бойцы Третьей Ленинградской партизанской бригады проводили такие подрывы регулярно. Но в начале 1943 года майор Александр Герман решился на более масштабную акцию, чтобы не допустить прорыва вражеских эшелонов к Демянскому выступу. Демянский выступ образовался в результате прорыва немецкими войсками обороны Советского Северо-Западного фронта в сентябре 1941 года. Группировка, дислоцированная здесь, включала в себя больше 100 тысяч фашистов. Гитлер придавал огромное значение захваченному плацдарму, рассчитывая использовать его для наступления на Москву. Называл Демянскую группировку пистолетом, направленным в сердце России. Красная армия не раз пыталась ликвидировать угрозу. В январе 1942 года группировку под Демянском удалось окружить. Но уже в апреле противник прорвал кольцо. С тех пор в районе шли непрерывные бои. 15 февраля 1943 года командование Северо-Западного фронта приняло решение начать Демянскую наступательную операцию. Партизанам командование Северо-Западного фронта поставило задачу максимально затруднить снабжение немецких армий оружием, горючим и боеприпасами. Главная задача — это железная дорога Псков-Дно, по которой шло снабжение 18-й и 16-й армии немецкие. Самое главное, когда ты уничтожаешь поезд, это не сколько там орудий противника ты вывел из строя, а самое главное, на сколько времени парализовано железнодорожное сообщение. Герману пришло в голову, если нанести удар по разъезду УЗА и одновременно блокировать работу узловой станции под Севы, можно надолго вывести из строя железную дорогу, которая связывает Варшавскую и Витебскую магистрали. Но подобная акция требовала тщательной подготовки. Шла очень большая агентурная разведка по поводу размещения патрулей. В какое время они выходят, когда они уходят, когда смена идет и все прочее. 8 февраля 1943 года под покровом ночи три диверсионные группы выдвинулись на задание. Охрану на железнодорожных путях сняли без единого выстрела. Быстро заложив взрывчатку в районе входных и выходных стрелок, бойцы укрылись за пригорком. Взрывы вызвали панику. Фашисты открыли беспорядочную выстрелу. Партизаны, прячась за строениями на станции, успешно подавили сопротивление. Тем временем вторая группа устремилась к зданию вокзала и ремонтным мастерским. Быстро установив мины, партизаны привели их в действие. Вскоре вся станция полыхала. Ярость партизан, а главное, удивительная продуманность этих рейдов шокировала. То есть не было операций повторяющихся. И в частности, те же самые подсевы восемь раз занимались партизанами. И каждый раз сама атака, сам заслон организовывались по-разному. В ту же ночь третья диверсионная группа взорвала железнодорожный мост через реку Уза. Дорогу на участке дно Псков фашистам пришлось закрыть на три дня. На узловых станциях скопилось множество эшелонов. И 10 февраля в Пскове, Порхове и Дне советские бомбардировщики превратили сотни вагонов с оружием и боеприпасами в груды пылающих оборудов. 15 февраля 1943-го Северо-Западный фронт начал наступление. Уже к марту район Демянска был освобожден от оккупантов. А в апреле командира 3-й ленинградской партизанской бригады майора Германа наградили орденом Отечественной войны 1-й степени. Что касается Германа, он сказал, что мы ленинградские партизаны, и мы никогда отсюда не уйдем, потому что на нас смотрят ленинградцы. И ленинградцы ждут, что мы будем сражаться. А если ленинградцы ждут, что мы будем сражаться, то как бы нас немцы не прижимали, мы все равно будем оставаться здесь. Александр с детства грезил военными подвигами. В 1937 году он с отличием окончил бронетанковое училище. С 1937 года служил в Белоруссии в механизированном корпусе, откуда, кстати, у него и осталась на всю войну эта знаменитая фуражка танкистская. Успехи молодого офицера побудили командование направить его учиться. Война застала Александра на втором курсе военной академии имени Фрунзе. Человек, который учится в академии, он соответствует тому гражданскому человеку, который в аспирантуре или докторантуре повышает свое образование. После окончания академии лейтенант мог рассчитывать на повышение в звании и солидную командирскую должность. Однако Герман, не раздумывая, подал рапорт с просьбой направить его в действующую армию. Он и не подозревал, какой интерес вызвало его происхождение. Александр был этническим немцем. Кадровый аппарат Красной Армии проверял, кто его члены семьи, тем более, если его посылают в разведку, и за линием фронта. То есть тут, естественно, он проверку проходил достаточно, я думаю, большую. В начале июля 1941 года молодого офицера, знающего немецкий язык, направили в разведывательный отдел штаба Северо-Западного фронта в родном Ленинграде. Враг стремительно продвигался к городу. За первые 18 дней войны немецкая 4-я танковая группа, нацеленная на Ленинград, прошла больше 600 километров. Форсировала реки Западная Двина и Великая. 5 июля 1941 года немцы заняли город-остров в Ленинградской области, а 9 июля – Псков. До Ленинграда оставалось 280 километров. Учитывая темпы немецкого наступления, уже 4 июля начальники управления НКГБ и НКВД по Ленинградской области направили в райотделы приказ об организации партизанских отрядов и диверсионных групп. Их поддержал начальник генштаба Красной армии Георгий Жуков, который как раз прибыл в город на небе. Он целый ряд принял очень жестких, четких мер по укреплению обороноспособности города. И одна из них была связана с партизанским движением. Значит, Жуков подписал совместное постановление с партийными руководителями о создании Ленинградского штаба партизанского движения. 0.0.299. Постановление это 27 сентября. К тому моменту Ленинград уже был в блокаде. В городе начали формироваться партизанские бригады для заброски в тыл врага. Герману, которого назначили начальником разведки 2-й особой партизанской бригады, предстояло отобрать надежных людей. Она формировалась и из военнослужащих, окруженцев, которые выходили, да, но отбирали по состоянию здоровья, по опыту боевому проверяли. Кроме этого, отбирали в госпиталях. И, кстати, Герман трех лейтенантов, трех командиров отряда в одном госпитале на Валдае для себя, которые с ним потом год воевали и показали примеры мужества и героизма. Вот, он их выбрал. В октябре 2-я бригада отправилась в рейд. Уходя в тыл врага, Александр Герман думал только о том, как ему повезло, что он успел отправить в эвакуацию семью – жену Фаину и двухлетнего сынишку Альберта. Перед отправкой за линию фронта лейтенант послал близким короткое письмо. Он там пишет, что жизнь я люблю безумная, но если возникнет такая ситуация, когда нужно ее отдать, защищая Родину, я не задумываюсь, ее отдам. И знаете, что будет, с кого взять пример. Я не посрамлю земли русской. Вот это письмо его есть. План командира 2-й бригады майора Литвиненко не предполагал долгих стоянок. 400 человек постоянно находились в движении. Порой за два дня преодолевали по непроходимым лесам и болотам до 60 километров. У меня в руках находится спецсообщение, что сообщали из олейнии фронта наши разведкруппы. Здесь очень много интересной информации, да, и о том, что какой режим на оккупированной территории, где располагались артиллерия, где располагались аэродромы противника на территории Ленинградской области, да. И информация, которая требовала оперативного использования, да, то есть она немедленно пересылалась в штаб Ленинградского фронта. В любом городке, деревне и селе, где бы ни появлялись партизаны, они могли рассчитывать на поддержку населения. По всей Ленинградской области с первых дней войны действовали подпольные организации. Идём с этим пучком хвороста, пойдём подальше и покажем людям, что мы ходим-то за хворостом, вот, а сами, значит, выходим на дорогу. Я считаю крытые машины, в крытых машинах везут солдаты, провиант. Вот сколько машин идёт, значит, я соображу, значит, машина, это с солдатами, это с солдатами, там 25 человек, всё это надо сообразить. В дедовичах у нас стоял штаб немецкий, это было 4 километра в одну сторону туда. И в этот штаб я всё время бегала, узнавала, слушала, когда пойдут поезда, когда эти товарники, когда что. Всё же за знанием подбегаю, говорю и туда. Возможность лично передать важную информацию случалась не каждый раз. Чаще всего послания закладывали в тайники. Поздним вечером к начальнику разведки заглянул политрук. Герман домеотрубкой изучал замуссоленную записку. Дорогой кум, вчера была в райцентре, там большой базар. Видела больше полусотни гусей, около сотни уток, а курам и счёту нет. Но цены сердитые. Гуси от 75 до 155 рублей. Много спекулянтов, так что надо ехать с большими деньгами. Любящая тебя кума Василиса Прохоровна. Политрук удивился. Переписка спекулянтов. Герман хитро улыбнулся. Это наши разведчицы сообщают. В селе армейский штаб, большой базар. Гуси – орудия, утки – миномёты, куры – пулемёты. На базар надо ехать с большими деньгами, значит, нападать всей бригадой. Но, думаю, лучше прислать эскадрилью бомбардировщиков. И утром, когда бригада покидала деревню, над опушкой леса проплыло звено советских самолётов. Вскоре послышались взрывы. Благодаря одной из таких записок второй особой партизанской бригаде удалось добиться впечатляющего успеха. Разгромить штаб одного из полков 18-й немецкой армии, захватить штабные карты 231-й немецкой дивизии 18-й армии. Через пленённых офицеров удалось получить шифр штабов 18-й армии. Радиограммы от второй особой партизанской бригады штаб фронта получал из разных районов. Пена, Серёжина, Торопец, Локня, Новосокольники, Себерж, Опочка. За полгода рейдов партизаны разгромили 17 волосных управ, 10 гарнизонов, уничтожили километры железнодорожного полотна. В конце марта 1942 года Литвиненко получил приказ вывести измотанную бригаду в советский тыл. Лесными тропами партизаны двигались к линии фронта, но каратели шли по пятам. А вскоре стали словно предугадывать маршруты партизан, устраивать засады. Начальник разведки Александр Герман понял, в бригаде действует предатель. Но как вычислить его? Герман придумал эту операцию, как бы информацию выдал одной группе разведчиков одну, другой другую. И таким образом, когда стало ясно, от кого эта информация утекла немцам, ну, то есть вот такая проверка была, они вот вскрыли группу, группу целую вскрыли. Информация эта стала известна, когда бригада уже вышла с оккупированной территории, но еще не добралась до своих. После партизанского трибунала предателей расстреляли. Со стороны командования бригады это было нарушением устава, однако сдержать гнев ни командиры, ни рядовые бойцы оказались не в силах. В первых числах апреля 42-го года вторая особая вышла к своим. Из-за инцидента с самовольным расстрелом предателей начальника особого отдела и комбрига сняли с должностей. Бригаду решено было переформировать. Личному составу предложили выдвинуть кандидатуру нового командира. И партизаны были единодушны. Александр Герман. Несколько слов надо сказать и о личности Александра Германа. В чем заключался парадокс этой личности? А его все любили. Его любили за заботу о подчиненных. Основными объектами боевой деятельности бригады она получила наименование Третьей Ленинградской должны были стать железнодорожная ветка Порхов-Карамышева и прилегающие к ней шоссейные магистрали. Кардинальное отличие, допустим, о деятельности второго особого отряда это как раз организация сначала пропаганды среди местного населения, поиск среди местного населения сочувствующих и людей, готовых встать на сторону сопротивления. Конечно же, сбор разведывательных данных, естественно, диверсионные акты в тылу врага. Путь лежал через партизанский край между городами Старая Русса и Холм, где действовала бригада партизан под командованием Николая Васильева. Однако едва германовцы встретились с коллегами, немцы начали масштабную карательную операцию. Это были карательные экспедиции не с применением власовцев, это были карательные экспедиции, которые они проводили с применением регулярной армии. То есть там и танки были, и артиллерия. И понятно, что в таких условиях партизаны, которые были вооружены легким полевым оружием, им приходилось очень и очень нелегко. Герман получил приказ помочь бригаде Васильева держать оборону. Эта остановка в пути затянулась почти на месяц. Германовцы проявили себя опытными и умелыми бойцами. Снайперы бригады уничтожили целую колонну вражеских машин. Фашисты ехали с опущенными тентами. После этого немцы перестали ездить с открытыми бортами, и грузовые машины ездили всегда в сопровождении бронетранспортера с пулеметом. Вот это тактика партизанская, понимаете? За время кровопролитных боев третья партизанская бригада потеряла больше четверти личного состава. Вскоре из штаба пришел приказ выйти в Порховский район. Путь бригады пролегал через места, где в мирное время от одной деревни до другой было рукой подать. Но после зверств карателей на десятки километров вокруг не осталось ни души. В отношении русского народа признавалось лишь два варианта. Или полное уничтожение, или онемечивание той его части, которая имеет явные признаки нордической расы. Последнюю точку в этой взвесившейся стратегии поставил Борман. Гигантское пространство должно быть усмирено, заявил он. Лучше всего этого можно достичь путем расстрела каждого, кто бросит хотя бы косой взгляд. Это была тотальная война против народа. Война на уничтожении народа, советского государства. Они зачистили эту территорию полностью. Ни одного живого человека, ни одной целой избы, и даже ни одной собаки. То есть все сожгли, весь партизанский край был уничтожен. От увиденного сердца партизан горели жаждой мщения. Но бригада была истощена, а впереди ждали новые испытания. По задумке штаба Северо-Западного фронта, партизаны должны были обустроить лагерь на острове Полховец среди непроходимых болот. Но едва прибыв на место, Герман обнаружил. Над островом проходит трасса немецких самолетов. Герман тут же дает приказ костры не разжигать, значит, маскироваться. И вот можете себе представить, около ста человек находятся на небольшом острове, и никакой вообще... Как жизнедеятельность вообще организовывать? Еды отчаянно не хватало. Последние запасы, консервированный горох, делили между ранеными. Фронт пытался помочь, скидывал продовольствие. Однако попасть на крошечный островной пятачок не получилось. Все утонуло в болоте. Германа стало ясно, необходимо в нарушение приказа менять дислокацию. После нападения карателей, которые удалось отбить, бригада ушла с острова. А за такие решения по закону военного времени могли просто расстрелять. Но тем не менее, когда создавалась какая-то критическая ситуация, значит, всю ответственность на себе брал Герман. Измученных партизан, рискуя жизнью, приютили жители деревни Красные Щеки. На домах, где проживали граждане в деревнях, были обязаны вывешивать табличку у входа в дом, где написано фамилии и имена тех, кто проживает в этом доме. То есть, если придет патруль и проверит, что там кто-то лишний находится, то, соответственно, этого человека забирали, арестовывали. Германовцы никогда не задерживались на одном месте надолго. То разбиваясь по отрядам, то собираясь в кулак, они появлялись в разных местах, громили гарнизоны и управы, оставаясь неуловимыми. Сегодня он здесь, в деревне Петруны. Значит, через три часа он в деревне Житница, через пять часов он в Порховском районе. То есть, практически, бригада была в движении. Поэтому так трудно было уловить вот эти все действия. И его так и называли, значит, бригада маневра. После боя столкновений партизаны нередко нуждались в серьезной медпомощи. И штаб отправил в распоряжение бригады доктора. Он сразу же сказал, что Александр Викторович, я не хирург, я проходил общую хирургию, но я, да, зубной врач. Но он говорит, ну что, Викентий Иванович, выбора нет никакого. Люди умирают, надо делать операцию. С каждым днем бригада пополнялась жителями оккупированных деревень. В партизаны сначала ушел отец Нины Андреевой, а потом и брат. Значит, в поле ушел в бригаду 16 лет. На этой же неделе приехала полиция, которая потребовала Колю трудовая повинность вводиться на территории. И с 16 лет всех на работу. К нам пришел полицей. Тут написано, благословь НГ. Значит, где он? А Коля в бригаде. Мама, туда-сюда мысли. Да нет, у меня не мальчик. Это у меня девочка, Нина Григорьевна. Ну ладно, пусть пошла поработает. Нина быстро простудилась. К тому же у нее на ноге образовалась страшная язва. Но девушку отправили не в больницу, а в тюрьму. А тот молодой парень, ну постарше меня, лет так 18, и говорит, а ты знаешь, по какой статье ты сидишь в тюрьме? Враг Рейха, не выход на работу. А этот парень мне говорит, статья расстрельная. Только русских не расстреливают, а вешают. Я глянула в окно, там в тюрьме такие окна, низко поставленные, такие узкие, чтобы не вылезали люди. Глянула, на перекрестке строит в виселице. Как я была испугана. Это не... Я даже не знаю. Я потом всю жизнь, наверное, до 50 лет по ночам кричала. Может, будил меня? Я говорю, не, ты всех разбудешь. Ты потише. А я ночью, как вспомнил в виселице, так ору. 18-летний конвоир оказался подпольщиком и помог Нине бежать. Иду и идти боюсь, потому что тюрьма и дом мой на разных сторонах реки. Надо, может, пойти, и там, может, полиция увидеть, что-то идет. Это же видно сразу, что этот человек идет со страхом. И вот я очень этого боялась, но преодолела себя, поняла. И, значит, пришла не домой. Потому что неизвестно, кто меня выпустил из тюрьмы и тета. А пошла к дедушке. Вскоре всю семью Нины переправили в третью партизанскую бригаду. Но многих мирных жителей удалось попросту эвакуировать на большую землю. Потому что осенью 1942-го партизана обнаружили узкоколейную железную дорогу с платформами и дрезиной. В довоенное время такие использовали для вывоза торфа с болота. Узкоколейка шла за линию фронта. Искушение воспользоваться ею было велико. Но вот беда. Ветка проходила по окраине станции под Севы, которую охранял немецкий гарнизон. Германа это не испугало. Каждый раз, когда требовалось прорваться сквозь станцию, партизаны организовывали очередной внезапный налет. Немецкий гарнизон в итоге старался действительно не замечать вот этих самых рейдов партизан по узкоколейке. А итогом деятельности узкоколейки стало, допустим, почти три сотни мирных жителей, которые, ну, дети, женщины, были перевезены в тыл, скажем так. Почти полторы сотни раненых партизан из третьей партизанской бригады были перевезены за линию фронта. Но однажды на станцию прибыл новый комендант. Он самонадеянно пообещал покончить с партизанской железнодорожной линией и организовал засаду. Партизаны не только отразили нападение, но и пошли в контратаку на подсевы. Была проведена неожиданная операция рейдовая, наступательная, итогом которой стал захват этого населенного пункта и его удерживали почти неделю. Только под угрозой удары силами целой немецкой дивизии партизаны покинули станцию и ушли в лес. Удивительно, что эта узкоколейка просуществовала практически до завершения скажем так партизанского движения, до того момента, когда территории были освобождены. Связь с Большой землей третья бригада поддерживала и по воздуху. Это кажется невероятным. Прямо с территории, оккупированной фашистами, призывники доставлялись за линию фронта. Специальные ящики, ну, представляете, у два, там, два крыла, да, к ним все специальные ящики приделывалось, и вот люди в эти ящики кладутся. При этом эта авиация должна была лететь на очень низкой высоте, буквально 30-40 метров, чтобы не быть обнаруженной авиацией противника на бреющем полете. У третьей бригады было несколько подготовленных площадок для приема грузов и один круглогодичный аэродром. была прорублена широкая просека в лесу и, собственно говоря, с использованием сигнальных костров, с использованием даже скромной, но системы ПВО. Дерзкая бригада стала костью в горле у гитлеровцев. На нее устроили настоящую охоту. Ликвидировать стремились в первую очередь командиры. Было девять покушений. Травили воду в колодце, засылали агентурных разведчиков просто как на диверсию убить Германа, просто пытались отравить пищу, которую он пользовался. Ну, то есть уловок было очень много. Вот, но хочу что сказать, что любили Германа, оберегали. Немцы понимали, сила партизан в мощной поддержке населения. Чтобы лишить отряд этой поддержки, фашисты создали из предателей отряд лжепартизан. Они входили в деревню под видом партизан, грабили, насиловали, заявляли, что это партизаны. Соответственно, настраивали, главная их задача была настроить местных жителей против третьей партизанской бригады. Потому что лишили бы их тогда помощи, лишили продовольствия, А вскоре фашистам удалось вычислить местонахождение госпиталя и штаба бригады. В то утро к Герману прибежали разведчики. Деревня Памжина оказалась в западне. Ее окружали с двух сторон, с одной немецкие регулярные части, с другой каратели. Александр Герман взял бинокль и полез на крышу самого высокого дома. Спрятавшись за трубу, огляделся и скомандовал завязать морды лошадям, собрать госпиталь к отходу, отряду приготовиться к маршу, пулеметчикам занять позиции на подступах к деревне. А дальше случилось невероятное. Партизанские пулеметы позволили выиграть время, чтобы вывести раненых. Затем, дав несколько очередей, скрытно отошли в лес. Но фашисты продолжали стрелять. Бой разгорелся нешуточный и только долгое время спустя выяснилось, каратели и регулярные немецкие части громили друг друга. За проведение этой операции Александр Герман был награжден орденом Красного Знамени. Германскому командованию пришлось снимать части с фронта, чтобы справиться с дерзкими партизанами. потому что бригада начала проявлять активность, большую активность. Практически от Карамышева до Порхова были подняты все рельсы. 5 сентября 1943 года над лагерем Третьей Ленинградской раздался гул вражеских самолетов. С неба посыпались листовки. Партизаны Третьей бригады, вы окружены шестью тысячами регулярных войск. Ваше положение безнадежно. Не сопротивляйтесь, иначе погибнете под огнём германских пулемётов и пушек. Сдавайтесь. Лучше почётный плен, чем бессмысленная смерть. Эта листовка служит пропуском при сдаче в плен. Германское командование. Хочу подчеркнуть, что штаб Герман находился вот в этом месте станки Шариха. Значит, и с этой стороны, и с этой стороны, в Шакинях, везде стояли фашистские гарнизоны. Герман решил срочно сменить дислокацию. Из ближайших населённых пунктов немцев не было только в деревне Житниц. Герман отправил туда группу разведки. Её командир по фамилии Панчижный доложил, всё чисто. К ночи группа должна была проверить деревню повторно, разным воспоминаниям Гелёва, Семенкова, других, Панчижный просто не выполнил приказ. И в 22 никакого доклада повторного по Житнице не было Германа. Поэтому Герман дал приказ на ночной переход. Не на бой ночной, а именно на переход. С наступлением сумерек бригада начала движение на юг. И вдруг застрекатали немецкие пулемёты. Оказалось, в деревню вошёл пехотный батальон. 700 человек с танком, артиллерийским орудием, тремя крупнокалиберными пулемётами и миномётами. Партизанская бригада, поделённая на полки, бросилась вправо. Третий полк Ходикова. Он сумел прорвать оборону немцев. И не только сумел, а и даже подобрал своих раненых оружие и ушёл в Рогдевские горы, где было назначено место сбора. А вот идущий следом четвёртый полк не сумел, поскольку немцы вновь стянулись и заняли эти позиции. Четвёртый полк состоял преимущественно из партизан-новобранцев, ещё не обстрелянных. Для помощи им Герман привлёк штабной отряд и сам возглавил колонну. А сзади подпирает Германа обоз с ранеными. Эти мешкаются и вот он тут выхватывает Маузер и вперёд. Но он знал, что люди за ним пойдут и поэтому пошёл в первых рядах на прорыв. Камбрига ранило, затем ещё. Но он продолжал двигаться вперёд, увлекая бойцов. За родину, за Ленинград слышался его голос. Атака оказалась стремительной и дружной. Гитлеровцы, бросая убитых и раненых оружие и снаряжение бежали из деревни. Победа была за партизанами, но дорогой ценой. Германов здесь в Житницах получил три ранения и приблизительно на этом месте под ёлками остался лежать после третьего ранения в голову. Были ранены и все окружавшие люди и адъютанты, и медсестра, которая прикреплена была, Кузнеченко Шора Германова, тоже была убита. В том бою погибли 165 партизан. Но память о них жива. Каждый год в Новоржевский район на место сражения съезжаются ветераны партизаны и их дети, внуки, правнуки. Мы пришли сюда, чтобы выразить нашу скорбь, любовь, уважение и благодарность тем, кто защищал нашу Родину. В знак нашей признательности перед величием подвига отцов и дедов прошу возложить венки и цветы к захоронению. В родном для ленинградского комбрига Санкт-Петербурге в одной из школ создан музей 3-й ленинградской партизанской бригады. Экскурсоводы из числа учеников проводят экскурсии для всех желающих. Любая память свята. История должна сохраняться в умах поколений последующих. И это просто интересно для меня на самом деле. Мужество и самоотверженность героев-партизан кажутся сегодняшним школьникам поразительными. Есть такой интересный человек Викентий Иванович Гилёв он был хирургом 3-й ленинградской партизанской бригады и в его воспоминаниях написано, что Герман чувствовал что-то, что что-то пойдет не так. Но он все равно продолжал бороться, все равно пошел в бой. Именем героя названы улицы в городах Санкт-Петербург, Псков, Порхов, Валдай, Великий Новгород, Новоржев, Остров. Но самое главное Александр Герман остается примером для нынешних защитников России. Когда закончился житницкий бой, партизаны спрятали тело легендарного комбрига. Сняли планшетку, гимнастерку, кабуру, все, что могло выдать его личность. На следующий день, несмотря на опасность, вернулись за телом и самолетом переправили командира за линию фронта. Александр Герман похоронен в Новгородской области в городе Валдае. Посмертно ему было присвоено звание Героя Советского Союза. А третий ленинградской партизанской бригаде его имя. Бригада не посрамила этого имени, действуя по-прежнему дерзко и оставаясь неуловимой. Последний бой германовцы провели в феврале 1944 года, а затем соединились с войсками Красной Армии. Ленинградской германской 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 германской